Приветствую вас! Прежде чем отвечать на ваш вопрос, я бы хотел осуществить некоторые моменты, которые мне показались важными именно в вашем тексте. Их немного, ну потому что и сам текст небольшой, их немного, этих моментов, поэтому давайте для начала разберём их. Первый момент. Вы пишите, что мы любите маму очень сильно. Скажите, Мария, как проявляется ваша любовь? Что вы понимаете под любовью к маме, к маме, например? Очень хорошо и крепко подумайте над этим вопросом, потому что от этого зависит дальнейшая ваша жизнь. Второе. Вы написали, что думали, что за столько лет всё изменилось. С чем это связано? На чём базируется ваше, ну не знаю, убеждение, надежда, что что-то может поменяться? Может быть за этим стоит какое-то желание ваше? Может быть что-то ещё? Давайте подумаем, давайте подумаем на эту тему, да? Дальше. Вы пишите, что в 2010 году вы уехали и в семье жили одна в другой город. Как так вышло, что за 7 лет, что вы жили одна, вы не построили свою семью, у вас не появилась машина? Как так вышло? Что мешает? Или может быть вы, к примеру, вообще не хотите отношений с мужчинами? То есть, момент-то здесь не в том, что делать с мамой, а момент здесь в том, что делаете вы вообще. Вы можете позволить себе приехать с другого города, хотя там у вас работа, по идее, должна была быть, да? Вы можете приехать с другого города, значит, к работе вы своей, вероятно, не привязаны. Вот, возникает вопрос о вашей реализованности, деловой реализованности. Возникает вопрос о том, насколько вы реализуетесь как, ну, как субъект деловых отношений, вот. Насколько вы удовлетворены своей реализацией, добились ли вы в жизни того, к примеру, чего хотели, да? И так далее. Вот. Вот что важно на самом деле. Вот это важно, а не что делать с мамой. Это очень принципиальный и очень важный момент. Вот. И вот именно на это, по моему мнению, да, и нужно обратить самое пристальное внимание вам. А мама это уже сделала действительно. То есть, никто не запрещает вам любить вашу маму, любить ее на здоровье. Важно, важно только отделять, что чего вы хотите, свои желания, от того, к примеру, что вам нужно, от мамы. Вот. Это разные вещи. Поэтому я и попросил вас рассказать, что для вас такое любовь. Что для вас значит любовь. Вот. Значит, мама сделала ремонт не для вас, Мария, а для себя. Она хотела, чтобы вы были рядом, она этого добилась. По факту. Поэтому не нужно думать, не нужно считать, что ремонт она сделала именно для вас. Я благодарен, что вы это уже понимаете. Теперь она, по-видимому, будет оперировать чувством вины. Ну, типа, вот, я сделала тебе ремонт, все сделала для тебя, ты этого не ценишь. Ну и так далее, так далее, так далее. Как это некоторые родители любят делать. Даже не родители, я бы сказал, а люди. Потому что так действует не только родители. Весь вопрос в том, что вы будете с этим делать. Вот. Весь вопрос в том, как вы будете это все, как вы будете к этому относиться. Вот. В чем. В чем. Вопрос. Понимаю, понимаете. Ну, очень нормально. Она останется. Такой же она не изменится. Ваши проблемы. Нет. Останутся такими же. Они тоже не изменят. Именно ваши проблемы. Что делать решать вам? Я полагаю. Вот вы говорите, хотите уехать в город. Прекрасно. Что мешает уехать в город? Уходить, это замечательно. Совершенно очевидно, что жизни вам никакой нет. Вот. Что мешает. Чувство вины? Поможем избавиться от чувства вины. Если это оно. Страх? Поможем раскрыть страх. Желания какие-то? Поможем удовлетворить эти желания. Правильно. Важно только, чтобы вы хотели. Чтобы вы были готовы меняться. Мария. Чтобы вы были готовы работать над собой. Чтобы вы были открыты к новому. И тогда перед вами откроется масса возможностей. На данный момент я вижу так, что вы к маме с чем-то привязаны. На данный момент я вижу вашу невидовлетворенность. И запрет на отношения с мужчинами. Ну, возможно, потому что ваша мама воспитывала вас одна. И против мужчин вы имеете какие-то предрассудки. Вот. От этих предрассудков нужно. Нужно избавляться. Вот. Свою женскую модель поведения. Реализовывать и активно налаживать эту сферу в своей жизни. В том числе и личную жизнь. Это не связано с любовными партнерами и семьей. Личная жизнь это немножко другая история. Что это касается непосредственно только вас. Вот. Таким образом. Таким образом. Вам будут два вопроса. Первый вопрос. Вы пишите, я не знаю, что мне делать. Вопрос звучит так. Что мне делать, чтобы что? И второе. Вы подумали, что все изменится за столько лет самостоятельной жизни. Что именно изменится и из чего вы хотели? То есть с какими желаниями, с какими ожиданиями вы ехали к маме, обратно. Вот. Такая вот история. Но есть не во всем, Мария. Но есть там, где человек не хочет принимать решения и делать выбор. Но всегда есть там, где есть стыд. Но есть там, где есть противоречия. Но есть там, где есть несвобода. Хотите, чтобы у вас не было одного? Обращайтесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо.